Уроженец Кыргызстана Талант Дюшибаев назначен главным тренером сборной Польши. Легендарные разыгрывающие будут руководить поляками во время квалификации к Олимпийским играм в Рио. О наставнике Искольце Таланте Дюшибаеве. Репортаж Ширина Санакуновой. Легенда мирового гандбола Талант Дюшибаев родился во Фрунзе в 1968 году. Вместе со школьным другом Адылом Джураевым они участвовали в спартакеаде школьников, юношеских играх, спартакеаде народов СССР и чемпионате СССР по гандболу. Идет тренировка, он говорит, я стану олимпийским чемпионом. Именно так. Это 7 класс, 14-15 лет, я стану олимпийским чемпионом. Добился этого. То, что он крутой чувак, это точно. С юных лет, скажу вам честно, он выделялся среди нас стремлением, желанием, трудоспособностью. В самом начале он ничем не отличался от остальных ребят-гандболистов. Он даже в стартовую семерку не попадал. Стремление сделало свое. Начинал играть с правого края, потом стал разыгрывающим игроком. Его пригласили в дочернюю команду ЦСКА «Искра» Одинцова. Там стал капитаном команды, попал в сборную юниоров Советского Союза, стал чемпионом мира. Когда талант выступал под флагом СНГ на Олимпиаде в Барселоне, команда выиграла золотую медаль. Дуйшабаев выступал за сборные СССР, СНГ, России и Испании. Дважды признавался лучшим гандболистом мира. Он заслуженный мастер спорта СССР. В 2000 году в результате опроса, проведенного Международной Федерацией Гандбола, был признан вторым гандболистом планеты в 20 веке. В самом начале, когда мы только начинали, вот седьмой, восьмой, девятый класс, мне в диспансере, в городском постоянно мозги морочили за счет того, что у таланта подергивание мышц идет. Он раньше болел ревматизмом ног. Ну это только вот он сам себя вот это вот заставил себя так сделаться. У нас директор школы, в школе, постоянно его долбало, что он немецкий язык плохо знает. Он в итоге, где-то классу, наверное, девятому знал немецкий на 4,5. То есть он выучил. Сейчас он говорит на немецком, русском, английском, испанском и польском языках. Совершенствуется каждый день. В вечном движении его секрет успеха. Талант Душибаев один из сильнейших разыгрывающих в истории гандбола. Финалист Лиги чемпионов, двухкратный победитель Кубка Кубков, Суперкубка Европы, Суперкубка Испании, Кубка ЕГФ, Лиги чемпионов, четырехкратный чемпион Испании, шестикратный победитель Кубка Испании. Его достижения можно перечислять долго, а пройден нам пути, снимать биографическую картину. Накануне он назначен главным тренером сборной Польши, где сейчас и находится. Это интервью мы взяли по скайпу. Гандбол для меня это, ну я не знаю, самый разносторонний может быть спорт. Это спорт, где должны быть очень сильные ноги, сильные руки, уметь бросать, чтобы еще голова думала. Ну я не знаю, для меня это, ну, действительно, это адреналина. Тяжело быть равнодушным. Семья у него гандбольная. Супруга Ольга стояла на воротах в женской сборной. Оба его сына пошли по стопам родителей. В Кыргызстане он бывает часто говорит, что заряжается энергией родной земли. В моих жилах течет 100% киргизская кровь. Конечно, я этим горжусь. Я всем говорю, что я там человек мира, но прежде всего я киргиз. Всегда горжусь тем, кто я есть, откуда я. И всегда буду гордиться этим. Но работа не позволяет переехать в Кыргызстан. Да и там, в разных странах, он может не только достигать новых высот, теперь уже в тренерском амплуа, но и прославлять наш маленький, но богатый на таланты Кыргызстан. Ширина Санакунова, Алмаз Нурманбетов, Общественный Первый канал.